Пусть и не рукой подать, но готовиться к такому важному событию нужно уже сегодня. Оргкомитет обсудил празднование 70-летия Великой Победы. Благодарность нашего поколения заключается прежде всего в памяти к павшим и в заботе о живых. Сейчас в области 34 тысячи ветеранов, из них 2435 фронтовиков. В планах Департамента соцзащиты мероприятия по ремонту жилья, инвалидов и участников войны, их ежегодная диспансеризация. В денежном эквиваленте забота выражается в пенсии и льготах. Сегодня средний размер пенсии участников войны составляет 23 тысячи, инвалидов войны 25 тысяч. Но это не все. Материальное обеспечение ветеранов войны включает еще такой серьезный пакет льгот. Мы посчитали в совокупности льготный пакет, гарантированный в месяц для ветерана-участника войны, он составляет в денежном выражении 6 тысяч рублей. До мероприятия меньше двух лет. И для того, чтобы оно стало по-настоящему памятным, необходимо привести в порядок мемориалы, захоронения, ну и, конечно же, улицы, которые носят имена героев. Мы всегда приводим в порядок, прежде всего, вещи, связанные с проведением этого праздника. И в этом плане я считаю, что правительство Ивановской области будет абсолютно настойчиво и доведет этот вопрос до конца. То есть улицы в день победы, в день юбилея победы, так или иначе связанные с победой, они должны выглядеть, в общем-то, празднично. Иванова планирует благоустроить аллею славы у кинотеатра «Современник». Правда, для этого потребуется поддержка областного бюджета. Стоить аллеи будет порядка 50 миллионов рублей. Эскиз проекта представят на рассмотрение Павлу Конькову уже на следующей неделе. Также среди предложений прозвучала идея о том, чтобы сделать 2015 годом ветеранов.